всем привет дамы и господа здравствуйте я рад вас видеть на нашем новом лайв классе и тема сегодняшнего класса целиком и полностью посвящена такому процессу как модель да многие спрашивали многие давно хотели данный класс и вот он собственно выходит тема класса это основа моделинга в cinema 4d и сегодня мы с вами поговорим о том что такое моделинг зачем он нужен в cinema 4d зачем он нужен в принципе этот самый моделин как процесс и как в cinema 4d начать делать какие-то уже не сложные но 3d модель перед тем как начнем как всегда хотел бы вас попросить подписаться на мой youtube канал и на мой инстаграм естественно ссылка на которые будет в описании к классу ну а мы с вами начинаем и так что такое моделинг моделинг это многие уже естественно поняли это процесс создания 3d модели с которой потом в дальнейшем мы будем работать 3d модели могут быть абсолютно разные начиная от каких-то вот таких вот простейших вещей типа кубик со стеклянными стенками до каких-то очень сложных высоко высокополигональных ну допустим автомобиль то есть 3d модели это максимально так скажем та вещь на которую мы все всегда с вами обращаем внимание при работе в cinema 4d потому что как правило все 3d сцены у нас так или иначе на моделях то и завязаны зачастую да и вообще в принципе в работе motion дизайнера моделирование как процесс он вообще не присутствует никак это связано с тем что motion дизайнер он по большей части все-таки motion дизайнер то есть человек который занимается анимацией которая занимается графикой и так далее тому подобное но никак не созданием 3d модели соответственно при работе с проектами почти всегда 3d модель у нас с вами уже есть готова то есть почти всегда нам так или иначе 3d модель присылают в качестве исходника и это не может не радовать почему потому что все-таки 3d моделинг это такой очень скрупулезный очень сложный процесс сам по себе именно поэтому моушн дизайнеры не модель от моделит отдельные люди то есть те самые моделеры так называемый то есть человек который ничего кроме кроме 3d модели больше с ней не делает то есть он ее не рендерит не текстурит ничего он просто вот сидит и создает эту самую 3d модель скажем так соответственно казалось бы а нафига нам тогда этот класс очень часто бывает так что все-таки какие-то несложные вещи какие-то несложные вещи иногда приходится моделить самому то есть какие-то более-менее такие простые формы соответственно мы так или иначе как пользователи cinema 4d обязаны знать те инструменты которыми мы можем пользоваться при создании моделей сегодня речь пойдет о тех самых инструментах и о том как вообще в принципе создаются 3d модели в cinema 4d и что для этого есть давайте сразу обозначим вот какие вещи у нас в презентации здесь написано с вами полигональное и параметрическое моделирование как раздел что это такое смотрите можно как угодно разделять моделирование моделинг давайте модель называть так проще все таки можно как угодно моделинг разделять на категории под категории и тому подобное но проще разделить на полигональное параметрическое Почему? Потому что это те самые подходы к созданию модели, которые в корне отличаются. Полигональное моделирование, оно завязано, ну как вы понимаете, на слове полигон. То есть здесь мы с вами создаем 3D модельку, просто работая с сеткой, работая с полигонами, работая с гранями и работая с точками. То есть мы как бы лепим нашу 3D модельку, двигая точки, условно говоря, и добавляя или изменяя полигон. Параметрическое моделирование, от слова параметры все-таки, подразумевает нечто такое более как бы простое с точки зрения работы. Что такое параметрическое моделирование? Это моделирование на основе, так скажем, параметрических объектов. То есть очень часто простые какие-то 3D модели мы можем с вами, ну условно говоря, слепить, если возьмем за основу не полигоны, скажем так, не будем с вами ничего там выдавливать, а если мы возьмем с вами за основу параметрические модели. У нас из параметрических моделей с вами здесь есть примитивы, так называемые, которые мы можем использовать в качестве инструмента и в качестве основы для нашей модели. У нас в качестве параметрических объектов также есть сплайны, то есть мы про них ни в коем случае не забываем. И сплайны, как вы понимаете, у нас работают с нерпсами. То есть вот эти вот объекты мы с вами можем использовать в качестве инструментов для параметрического моделирования, скажем так. Конечно, параметрическое моделирование это нечто такое очень ограниченное и очень, так скажем, упрощенное с точки зрения моделинга. Все-таки нормальный моделинг это когда мы сами сидим, двигаем полигоны и так далее. Почему мы разделяем параметрический и полигональный моделинг друг от друга? Потому что по большому счету они очень тесно, так скажем, пересекаются и все это в итоге сводится все равно к полигональному моделированию. Мы с вами создаем, грубо говоря, какой-то примитив и потом уже на основе него мы работаем с полигонами. То есть при работе с параметрическим моделированием очень редко, когда нам достаточно тех самых параметрических объектов, которые у нас есть для нашей с вами модели. Как правило, эти объекты используются как части этой модельки, но так или иначе мы с ними работаем с точки зрения полигонального моделирования. То есть мы делаем им условно Make Editable режим для того, чтобы работать с полигонами и начинаем непосредственно прорабатывать уже какие-то детали. А вот как мы прорабатываем эти детали сейчас будем с вами разбираться.